Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как «уступать». Это слово-глагол и это действие, это отказ от чего-либо, от кого-либо, это не сопротивляться, это смиряться, это быть хуже, иметь более низкую позицию, соглашаться, прогибаться. И все это уступать. Люди уступают самому себе, это тоже проявление определенной черты характера, когда человек наметил, скажем, попаститься и потом он уступил своему чувству голода. Люди уступают своим привычкам, своему характеру, люди уступают семье, на работе, друзьям, родственникам, коллегам, люди уступают властям. И уступать можно как в материальном, так и в духовном мире. Но все время уступать невозможно. Представьте команду, которая уступает постоянно, играя в футбол или другой вид спорта. Она окажется в конце, на последних позициях, а потом ее изгонят из этой лиги, из этого общества. Когда человек постоянно уступает в семье, как говорят, они ум начинают вытирать ноги. Это образное сравнение. Но постоянно уступать невозможно, потому что рано или поздно человек будет загнанным в угол. И тогда уже уступать будет нечему и некому. И люди, которые уступают самим себе, они оказываются бомжами, оказываются без средств существования, оказываются на улице. И это тоже происходит. И тому примеров очень много. Одно дело уступить место в транспорте, а другое дело это уступить место на работе и оказаться без работы, без заработной платы. Одно дело проиграть в конкурсе каком-то, а другое дело проиграть на рабочем месте за право выполнять какую-то работу. И сегодня есть очень много духовных уступок людей, когда люди смиряются перед какими-то обстоятельствами. И это, конечно, не просто вредно, это опасно. Просуждайте на тему уступок в вашей жизни, в вашей семье. В вашем коллективе я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.